Всем добрый день, с вами Настя, это рубрика «Каратава и искусствоведение», где кратко и простыми словами рассказываю о шедеврах мировой культуры. Сегодня мы снова возвращаемся к наследию русской культуры. Но русской ли? Ведь столько домыслов и таистных теорий окружают этот знаменитый монумент. Итак, вашему вниманию Этьен Мэрис Фальконе, «Медный всадник». Данное название памятнику дал Александр Сергеевич Пушкин в своей одноименной поэме. Хотя, конечно, сам памятник императору Петру I был отлит не из меди, а из бронзы. Напомню, что бронза – это сплав меди с оловом. Так что чисто технически всадник медный, но не полностью. Памятник расположен на Сенатской площади в городе Санкт-Петербурге. Торжественное открытие произошло в августе 1782 года, но изготавливали его с 1768 по 1778 год. А завидую зрителям, кто в данный момент находится в Санкт-Петербурге и может сходить в Эрмитаж, посмотреть на Ренбрандтовского блудного сына, о котором мы говорили в прошлый раз, выйти из музея и буквально через 12 минут ходьбы оказаться у памятника Петра. Я вот в Петербурге была в 2010 году, умудрилась не посетить Эрмитаж, но медного всадника видела. И больше всего мне запомнилось, как один иностранец, почему-то я подумала, что он итальянец, пытался сфотографировать сам себя на фоне памятника Петру. И по той причине, что в моих родных краях культура селфи еще не была так развита, я смотрела на туриста и думала, боже, мне вот так жаль, он так одинок. Но оставим мемуары автора и вернемся к скульптуре. Она чрезвычайно монументальна, это очень высокая скульптура. Высотой она почти 10,5 метров. Так что ранее рассмотренный нами Давид уже не монументальный гигант, а таки маленький еврейский мальчик. Точнее, не совсем еврейский, если вы помните ролик о Давиде. Сами фигуры Петра с конем занимают 5 метров в высоту. Еще 5 метров и 40 сантиметров это каменный постамент. Может быть вы не поверите, но он сделан из камня, который называли Гром Камень. Добыт он в Лахте, но не в этой, а в одноименном районе на берегу Финского залива. И вообще, это отдельная история, как его тащили на нынешнее место расположения. Все как мы любим. Часть сломали, часть потеряли, еще часть разобрали на брелоке и сувенирах. Хотя, по мнению нескольких альтернативно одаренных историков с просторов этих ваших интернетов, камень никто никуда не тащил. Он там сразу и лежал. И остался от более развитой цивилизации, которая жила на территории Петербурга. Но к этому вопросу мы вернемся позже. Памятник был изготовлен по заказу Катерину II. Вообще, ей рекомендовали памятник поставить в честь себя самой, а не какому-то там Петру, но она скромно отказалась. Для изготовления был приглашен скульптор из Франции, Этиен Морис Фальконе. Вообще, до этого он не делал таких крупных памятников, но всю жизнь хотел сделать нечто настолько же монументальное. Довольно тяжело создавалась фигура коня. Скульптору выделили несколько жеребцов, которые на полном скаку взлетали на созданный помост, а скульптору необходимо было за миллисекунду нарисовать эскиз. Фотографий тогда не было, но труды того стоили. Сама фигура Петра получилась с первого раза, а вот голову скульптор три раза переделывал и презентовал императрице. Но ее каждый вариант не устраивал, потому что было не похоже. Поэтому скульптор делегировал изготовление головы императора своей ученице, Марии Анкало. Ее вариант и стал итоговым. Если мы получше рассмотрим глаза монумента, то увидим, что в его глазах сердечки. Есть слух, что Марии Анкало сделала их с намеком романтического интереса к своему учителю. Хотя, кому проявлял любовный интерес Микеланджело, учитывая, что зрачки ранее упомянутого Давида также в форме сердца, это вопрос важный, на которого ответа, увы, нет. Вернемся к Кало и Фалькане. Считается, что они были в отношениях, несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте. Они много работали вместе, путешествовали, а впоследствии Марии Анкало вышла замуж за Фалькане. Но не за скульптора, а за его сына. И вскоре рассталась с мужем, потому что он оказался кухонным Рэмбо и абьюзером. Вернулась к свекру и жила с ним до момента его смерти. И даже ухаживала за ним, когда он последние 15 лет своей жизни был прикован к постели. Романтика. Также создатель скульптуры намучился с ее отливкой. Учитывая, что до этого надливкой бронзи не занимался, ничего удивительного. Притом он хотел делегировать это развлечение более опытным мастерам, но ему запретили. Итогом первой отливки стал пожар в мастерской и полное уничтожение верхней части скульптуры. Но на второй раз все получилось. Верхнюю часть переплавили заново и прицепили к нижней. А в противном случае получился бы памятник не Петру, а Анне Карениной. И никто бы отсылку не понял, потому что на тот момент Лев Толстой еще не родился. Теперь поговорим в целом о композиции. Конь находится в динамике, а вот всадник застыл, как памятник самому себе. Уж извините за каламбур. Его поза, выражение лица и жест выражают собой покой и уверенность. Словно Петр говорит, вот моя рука, я и коня укротил, и бородатых бояр, и вообще я не какой-то там царь, а император. Завидуйте, у меня даже есть лавровый венок на голове. И вот этот лавровый венок вызывает у товарища конспирологов вопросы. А почему это российский император носит какой-то непонятный античный венок? И почему у него под пятой точкой не седло, а шкура? И самый главный вопрос, почему через его сапоги прозвечивают очертания пальцев ног? Неужели это были сандалии? И нашлось объяснение. На самом деле Петербург это Третий Рим, и памятник римляне сделали. А сами римляне это вообще аннунаки пятиметрового роста, которым стремен не нужно было. Поэтому на памятники стремен нет. А потом пришли Романовы, отобрали все культурное наследие и назвали его своим. Взяли памятник римского императора, оторвали голову, прицепили вместо нее голову Петра и сидят смеются. А вы что, не знали этого? Еще скажите, что не знали, что в 18 веке атомная война была. Просто от нас-то скрывают. А не то, что скульптура сделана в стиле классицизма. Правила классицизма гласят, что любого персонажа нужно изображать в древнекреческом, в крайнем случае в древнеримской одежде. Вот посмотрите на гражданина Минина на другом известном памятнике. Простой русский мужик, одет в древнеримскую тунику, и вручает меч простому русскому князю, одетому в римскую тогу. Но, несмотря на все эти домыслы и теории, Медный всадник до сих пор остается одним из известнейших произведений классицизма, знаменитым символом Санкт-Петербурга. Поэтому, отправляясь в нашу северную столицу, не забудьте сделать селфи на фоне него. А с вами была Кратава Искусствоведня. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok